Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете что посмотреть по танкам. Как только в игре что-то появляется или я о чем-то узнаю, обязательно выхожу в эфир и выкладываю соответствующее видео. И у нас в контейнерах появился КПЗ-PR68П. У меня данной машины в коллекции на основе нет, на пресс-аккаунте я ее выкатывал, делал на ней абсолютно честный обзор. Когда она появилась в игре, до этого катал ее у себя на основе, когда мне предоставили ее для теста. И в целом машина на меня произвела вполне себе приятное впечатление. Да, пускай картон, брони здесь нет, но очень играбельное орудие. В отношении орудия могу сказать, что меня лично по ТТХ и по тому, как это можно использовать в бою, в целом все устраивает. 380 единиц альфы, что для среднего танка очень крутой показатель. Да, не сильно быстрое время перезарядки в 11 секунд, но к нему можно привыкнуть. Вполне себе неплохая точность, 3,6 время сведения и разброс в 0,367. Все это действительно классно и хорошо. То, чего действительно не хватает лично мне, это все-таки брони по данной машине. Ну и в отношении пробития здесь тоже есть вопросы, потому что 201 это действительно очень мало. Да, кто-то скажет, что ГСН, так ты в оборудке просто переставь себе накалиброванные снаряды и будет тебе счастье. Ну, счастье особо не сыщите, потому что у вас пробитие станет 211 и увеличится на 10 единиц, но при этом время перезарядки приблизится практически к 12 секундам. И это действительно очень долго, играя на такой слабо забронированной тачке. Что собой представляют сами контейнеры? Ну, понятное дело, что там, как обычно, не все настолько круто, как рисуют. Шансы выпадения, конечно, есть, но навряд ли они вас сильно впечатлят. Хотя, с другой стороны, это не 3% и не 1%, а целых 5. Ну и по большому счету, наверное, шансы выпадения выше, чем в некоторых других. Плюс к тому, стоит отметить, что вы, открывая контейнеры, как обычно, собираете талисманы на данную тачку. И собрав 30 таких талисманов, то бишь, открыв 30 таких контейнеров, вы получаете себе машину гарантированно. Я не рискну открывать контейнеры у себя на аккаунте, потому что я на контейнеры, во-первых, чувак несчастливый. Ну, а во-вторых, я лучше подожду, когда она просто появится на продаже и куплю ее, пускай, даже за каких-то там 8, а может даже и 10 тысяч позволю себе за нее отдать, поскольку машина действительно интересная, но только тогда, когда она будет просто находиться в магазине и в составе какого-нибудь интересного набора. В голом состоянии оцениваю данную тачку адекватно тысяч в восемь. Это нормальная, оптимальная цена, ну а в составе набора, кто его знает, что в наборе еще положить могут. Как я уже сказал, открывать контейнеры я лично не буду, но безумно благодарен Тимуру за то, что он прислал свое видео о открытии этих контейнеров. Тимур, уже не первый раз радуешь своими видосиками. Я тебе безумно благодарен, поскольку это дает мне возможность публиковать видео, показывая абсолютно честные обзоры, в том числе и на то, что выпадает из контейнеров. Ребят, я, как и в предыдущие несколько видосов, взял за моду не смотреть видео с открытием до того, как мы начнем его смотреть вместе, ну для того, чтобы не портить себе впечатление, ну и соответственно передавать вам эмоции, те, которые я действительно ощущаю, а не что-то наигранное. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Итак, ребят, первый контейнер, я видел, что из него выпадало, потому что обрезал сначала видео, а вот конец видео я не смотрел, и что там в конце, для меня интрига. Тысяча голды, ни черта себе! Нормальный, бодрый старт такой, косарик вернулся сразу. Семь контейнеров осталось, это получается было куплено сразу 10 контов за 15 тысяч. Но, дальше что у нас? Ничего. Ну да, 28 тысяч свободного опыта, но согласитесь, это не то, ради чего контейнеры покупаешь. Тоже ничего. Блин, а десяток-то контейнеров уже подходит к концу, семь контейнеров открыл. Вот они, вот они родимые, еще пятерочка падает. Итого 6 тысяч вернулось. Но, блин, потрачено 15, это 9 тысяч в минусе. 200, ну это так, знаете, чисто, как говорится, поржать. Покупает еще за 15 тысяч 10 контейнеров. Ничего. 500, ну хорошо, 6-7 сот, но, блин, это даже не смешно. Еще 28 тысяч свободки, иксы. Ну, давай, давай машинку. А лучше всего дай контейнер, из которого гарантом может выпасть тачка. Солидный, солидный давай. Нет, 1500. 1500, это... Ладно, потом посчитаю, короче говоря. Ну. Еще 3000. Ну, а солидный будет или нет? Давайте, давайте солидняк. Солидняк, насыпьте пацану. Он такую сумму вбухал сюда, блин. Реально, проще было солидный покупать изначально. 20 контейнеров, сколько? Еще десятку берет. Ну, получается, гарантом он машину точно забирает. А что помимо гаранта? 22 контейнера. 22 контейнера. Где результат? Где? Ну нет, ну блин, ну как так? 23 контейнера, 7 осталось. Еще 1000. Блин, ну ладно, окей, хорошо. Плюс 1000. Да ну нафиг, 25 контейнеров. 25. Осталось 5 штук. Ну. Ну дай машину, чтобы компенсация была. Или солидный контейнер, чтобы хоть что-то выпало. Да ну где? Два контейнера осталось. Ну вы серьезно? Разработчики, алло. 500, блин. Ну и что, блин? Все, просто гарантом тачка или солидный? Я в шоке, ребят. Серьезно. Так, я сейчас, короче говоря, быстренько посчитаю, что там получилось у Тимура в виде возврата голды и вернусь. Короче говоря, ребят, я посчитал и получается математика следующая. Я думаю, что вот этой математикой я дам от себя свое понимание того, стоит ли открывать данные контейнеры, если вы не постоянно достаете что-то из них. Хотя я не знаю, может ли быть такое в принципе. Ну и в общем, я лично убедился в том, что гораздо лучше дождаться машину на прямой продаже или хотя бы в какой-нибудь рулетке. Ну и в таком случае ее себе забирать, если прям сильно хочется. Ну а открывать контейнеры это игра с судьбой. В общем, ребят, математика получилась следующая. Суммарно Тимур, которого мне безумно жаль, потратил 45 тысяч золота на, получается, 30 контейнеров. Из них вернулось 12700 и получил танк. С учетом того, что вернулось 12700 золота, суммарно было из копилки золота потрачено 32300. Пишите свое мнение, я свое вам, по-моему, уже озвучил. Если вы за честность автора и за то, чтобы видеть все таким, какое оно есть на самом деле, ничего не приукрашая и ничего не скрывая от вас, то обязательно подписывайтесь на данный канал, потому что здесь вас никто никогда не обманет, ну и никогда не посоветует вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, ну а вы, друзья мои, обязательно возвращайтесь на видосы. Спасибо за просмотр, мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.